Всем привет! История, которую я хочу сегодня рассказать, произошла со мной еще в Советском Союзе, до его развала. В то время я, как начинающий ученый и по совместительству коммунист, по научным убеждениям и по требованию партии был убежденным атеистом и не верил во всякие чудеса, а уж тем более во всякие вещи и сны, гадания предсказания и прочую эзотерику. И еще, я никогда не играл с государством в азартные игры, то есть во всякие лотереи и облигации государственного займа. Нет, я конечно знал, что существуют различные лотереи и даже смутно представлял себе правила игры, но сам не играл никогда. И вот, учась на втором курсе аспирантуры, когда денег не было вообще, я постоянно думал, где их взять и как их заработать. А тут еще приближался Новый год и хотелось хоть как-то поздравить родных и близких, приобрести им хоть недорогие подарки. И вот однажды мне приснился сон, что я играю в спортлоту. И у меня какой-то странный билет, по которому можно либо заполнить 10 цифр и сыграть один раз, либо зачеркнуть 6, но зато сыграть 10 раз. И во сне я этот билет заполняю и бросаю в ящик спортлоту. Ну а так как я был начинающим ученым, то есть атеистом, то я не придал никакого значения этому сну. Но вечером, возвращаясь из аспирантуры и дожидаясь на остановке свой автобус, я чисто из любопытства подошел к киоску спортлоту и спросил, «А бывают ли у них такие билеты, по которым можно играть 10 раз подряд?» Каково же было мое удивление, когда я получил утвердительный ответ. Напомню, я никогда не играл в спортлоту и не представлял, как выглядят даже обычные билеты. Вот тогда я впервые задумался о не случайности всего происходящего. Небо все-таки смотрит за нами и иногда протягивает нам руку помощи или подсказывает, что нужно делать. Поэтому, оторвав от себя 6 рублей, так как именно столько стоил такой билет, я его приобрел. Дома я пытался вспомнить, какие же цифры я заполнял во сне, но это была непосильная задача. Поэтому, заполнив цифры наугад, на утро я бросил билет в ящик того самого ларька на остановке. Вы, наверное, уже догадываетесь, что произошло дальше. Да, так и было. Я угадал 4 цифры и в ближайший же розыгрыш выиграл 120 рублей при стипендии в 110. Поэтому я смог приобрести и жене, и сыну по хорошему подарку к Новому году, а также купить шампанское и торт птичье молоко. Вот и не верь после этого во всякие предсказания и вещи и сны. Но только не подумайте, что я стал после этого набожным обывателем и агитирую верить в магию и ясновидение. Нет. Я как был, так и остаюсь атеистом, но только уже не таким воинственным. Особенно после того, как узнал, что у Нобелевского лауреата по физике, датского ученого Нильса Бора, на двери висела подкова и на вопрос «Вы что, верите, что она приносит удачу?» Он ответил, что она приносит удачу даже тем, кто в это не верит. Всем пока.